Всем привет, с вами я Агера и некоторые люди уже знают то, что к сожалению я заболел и я делал пост в сообществе на своем ютуб канале 30 числа, то есть воскресенье, ну то есть сегодня я записываю это видео, сегодня я сделал пост и в этом посте я написал то, что к сожалению я заболел, у меня была температура под 40, в субботу у меня была температура, сейчас я намного лучше себя чувствую. Ну в общем спасибо всем за поддержку, если вы поставите лайк на это видео я буду вам очень благодарен, потому что мне очень интересно посмотреть сколько людей меня поддержат и сразу хочу сказать, у меня, чтобы вы понимали, для тех кто вдруг не знает, уже много лет на моем канале присутствует график, график видосов. Я выкладываю видео в понедельник, четверг и субботу, то есть 3 видео в неделю и за все эти много лет видосы о том, что я заболел, я или вообще не записывал, ну или записывал буквально пару раз и это было очень давно, то есть я никогда стараюсь не записывать про это видео, потому что я понимаю то, что это неинтересно и поэтому да, но здесь реально кое-что серьезное случилось и чтобы вы понимали, вот я в субботу заболел 29 числа, я просто весь день лежал на кровати, у меня не было сил вообще, сейчас я тоже себя нехорошо чувствую, но мне лучше я могу хотя бы такое видео для вас записать. И если что, я слежу за комментариями под своими видосами, я знаю то, что вам нравится, когда я записываю какой-то развлекательный контент и особенно если он связанный как-то с игрой, то есть именно с геймплеем и я это знаю, поэтому я стараюсь в последнее время вообще не записывать истории из жизни, но опять же здесь такая ситуация, что у меня просто нет сил записывать что-то более сложное, поэтому ребят, надеюсь вы досмотрите это видео до конца. Ну а сейчас я вам расскажу, как я жестко заболел, чтобы вы понимали, у меня действительно температура была под 40 и у меня уже, короче я и бредил там уже, ну вообще у меня и сны там страшные снились и что только не происходило. Сейчас я вам все про это расскажу. Я кстати сейчас вот когда комментирую, у меня прям знаете голова пульсирует, мне реально сложно даже говорить, в общем-то не особо хорошее состояние, но я рад то, что я могу хотя бы за компьютером сидеть, потому что вот давайте начнем с того, что да, в субботу я заболел, 29 числа это было. И началось все с того, что в пятницу мне еще было нормально, но когда я ложился спать, я уже почувствовал то, что мне немного давит на горло, но все равно в принципе я чувствовал себя нормально. Я съел таблетку от горла и получается в субботу я проснулся аж в 3 часа дня, то есть где-то в 15.00 я проснулся. Я просыпаюсь и чувствую, что ну какая-то жесть, у меня прям жестко режет горло. Я встал, сходил на кухню, еле дошел до кухни, у меня прям очень плохо было, я попил водички и все, и обратно завалился в кровать. И вот получается весь день в субботу я провалялся на кровати, я за вот целый день в субботу просто засыпал на минут 15 все время, я засыпал на минут 15, просыпался, просыпался, потому что я весь в поту, мне жарко, у меня прям ну очень-очень поднялась температура. Я весь день валялся и я, ну я просто не мог встать, мне прям очень плохо было. Опять же, я то лежал просто, то спал, я иногда брал телефон, смотрел там, в ВК заходил, но понимал то, что я ничего не могу делать и мне пришлось даже отменить трибуну, чтобы вы понимали, в дискорд сервере моем. И да, вот я каждую субботу провожу трибуну, общаюсь с подписчиками, потом еще играю с подписчиками, то есть, ну для меня отменить такую вещь, ну реально мне прям обидно было, но я понимал то, что я, ну не могу, мне прям очень плохо. Мне пришлось это отменить, я попросил админов на моем дискорд сервере, чтобы они сделали пост о том, что, к сожалению, я заболел и придется отменить. Поэтому в субботу, просто опять же повторюсь, была полная жесть, я вот лежал-лежал, у меня постоянно, мне постоянно что-то виделось, то есть, чтобы вы понимали, я просыпаюсь, у меня анимевают все время руки, просто потому что я их отлеживал. Я вот достаю руку, смотрю, у меня такое ощущение, как будто она изогнута в другую сторону, то есть, я там уже бредить начал. Я какую-то дичь там рассказывал своим родителям, короче, полная жесть происходила, но самое страшное, это то, что мне снилось все время. Я реально, я просто не хочу даже это описывать, но из-за того, что я очень много раз засыпал, просыпался, мне снилось очень много снов, ну было реально страшно. Но самое печальное, то что я долгое время не мерил температуру, то есть, я в субботу вот целый день лежал, а температуру я померил только, ну реально к ночи, то есть, часов в 9-10 я только померил температуру, я подозреваю то, что днем у меня была температура еще выше, но когда я померил температуру вот часов где-то в полдесятого, наверное, у меня температура, чтобы вы понимали, была 39 там с чем-то. И, ну естественно, мне родители сразу дали жаропонижающее, я его выпил, у меня там голова раскалывается, я реально, я за весь день, вот до 10 вечера я встал за весь день один раз с кровати, потом я выпил жаропонижающее, в течение часа мне стало полегче, я весь день ничего не ел, то есть, у меня прям, ну реально, у меня, я стою, у меня в глазах темнеет, у меня непонятно, что происходит. Потом я встал с кровати, прошелся до кухни, у меня прям, ну, голова кружится жестко, я все-таки смог там съесть буквально яблоко, что-то такое, какие-то фрукты я там поел. До этого я пытался что-то есть, меня жестко тошнило, то есть, у меня и горло болело, и тошнило, и температура была повышена. Вот, но в итоге, опять же, я выпил жаропонижающее, и мне стало легче, но вот этот вот целый день, я, знаете, я помню то, что мне было очень плохо, и, ну, какая-то жесть происходила, но при этом я, как будто все помню, как-то размазано, что ли, ну, это, наверное, из-за того, что у меня температура была, опять же, я там уже и бредил, и что только не происходило. Но потом я выпил жаропонижающее, еще съел таблетку, чтобы голова меньше болела, потому что голова у меня раскалывалась прям люто, и в течение где-то часа мне стало легче. После этого, как я уже искал, я сходил на кухню, что-то поел, но потом началась еще кое-какая проблема, из-за того, что я весь просто целый день то спал, то просто лежал, когда мне стало легче, я просто перестал хотеть спать, то есть я прям вот, ну, просто понимал то, что я сейчас не заснул. И я где-то еще до трех часов ночи или даже позже просто не мог заснуть, я там смотрел какой-то фильм, специально включил какой-то ненапряжный, потому что мне было плохо, я там вообще, чтобы вы понимали, я никогда не смотрю комедии, но я включил какую-то старую комедию, чтобы просто как-то заснуть хотя бы, но в итоге я так и не заснул. И я включил компьютер, вот ночью где-то часа в два ночи, я включил компьютер, что-то полазил там за компом, посмотрел YouTube, что-то там поделал, даже в Minecraft решил зайти, сыграл пару каток, понял то, что мне еще хуже становится, выключил Minecraft и дальше посмотрел YouTube. Вот, потом в какой-то момент где-то в три или в четыре ночи меня все-таки начало клонить ко сну, и я лег спать. Я, в общем-то, заснул и проснулся, вот получается, в воскресенье где-то в час дня и понял то, что мне намного лучше. Да, у меня голова очень сильно болела, горло болело, я вот сейчас весь день то полоскал горло, то какие-то там, ну короче, брызгал горло, всякое такое, то есть лечился, но температуры у меня вроде как не было, я даже не мерил, потому что, ну, мне в принципе нормально более-менее, ну, это вот никак не сравнится с тем, что у меня было в субботу, вот, если это видео записываю в воскресенье, вот то, что вчера было, реально, у меня давно такого не происходило. Но, знаете, что самое печальное? Что за последнее время я вообще не выходил на улицу, и вот сейчас может возникнуть такой вопрос, а как я заболел? То есть я нигде не мог подхватить инфекцию, я нигде не мог, опять же, не заразиться, не переохладиться. В общем-то, мне, короче, меня заразили мои родители, потому что они все-таки куда-то там ездили, они заболели, и у меня заболела вся семья, сейчас она уже себя нормально чувствует, прям все хорошо, но я долгое время не заражался от них, но в какой-то момент все-таки заболел, и очень жестко заболел, вот, я более жестко перенес эту болезнь, чем вся моя семья, и это, конечно, грустно, но, опять же, самое главное, то, что сейчас я чувствую себя нормально. Также спасибо всем, опять же, огромное за то, что вы меня поддерживали, писали хорошие комментарии под моим постом в сообществе, где я написал то, что я заболел, и поэтому вот такое вот видео решил записать на сегодня, вот. Вот, и если вы поставите лайк на это видео, я прям буду очень благодарен, я прям увижу то, что вы меня поддерживаете, прям реально очень-очень буду благодарен. Также хочу сказать то, что мне пришлось даже отменить турнир, который должен был вот у меня сегодня, воскресенье, состояться. Я очень хотел его провести, но из-за того, что заболел, к сожалению, пришлось его перенести. Я думаю, перенесем его на следующее воскресенье, думаю, уже в следующее воскресенье получится его сделать, вот. Вот, а также насчет стрима, тоже стрим пришлось перенести, пришлось перенести трибуну. Трибуну следующую я буду делать, получается, в субботу вечером, где пообщаюсь со своими подписчиками, также поиграем вместе, короче, хорошо проведем время, поэтому, если кого-то еще нету в моем дискорд-сервере, то по ссылочке в описании заходите на мой дискорд-сервер, я сейчас там почаще сижу, так как у меня дистанционка, времени у меня побольше, часто туда захожу. Ну, а я, в принципе, что хочу сказать. Желаю всем крепкого здоровья, пойду сейчас себе заварю чайок с медиком, с лимоном попью, наверное, по голосу слышно то, что у меня горло болит, потому что немного, да, голос у меня сейчас охрипший, не знаю, как это правильно сказать. Все, короче, спасибо всем за просмотр данного видеоролика, следующий видос я уже постараюсь записать какой-то интересный, с классной темой, поэтому ждите в четверг следующее видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии и всем пока-пока.